Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствуем вас, дорогие братья и сестры! На библейском портале экзегет и вместе с вами мы продолжаем изучать книгу «Деяний святых апостолов». Сегодня у нас 4 глава, и это вот что за событие? Сейчас мы узнаем про первое такое вот судебное действие иудейских властей против Церкви Христовой. Это вот самое-самое первое такое вот действие, пока вот еще, может быть, не очень оно агрессивное, но уже мы видим некое противостояние. А перед этим мы о чем читали? О том, что апостолы Петр и Иоанн, они в храме Соломоновым исцеляют хромого от рождения. И люди вот воодушевленные собираются, обступают апостолов. Петр произносит такую вот красноречивую проповедь, хотя он был человек простой очень, да, не оратор, не ритор. Однако вот это воодушевление его духовное, оно производит необыкновенные действия на людей. И вот говорят, говорят, и дальше вот читаем мы 4 глава. «Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых». То есть, когда они говорили, они еще продолжали говорить, а людей много, слушают все с интересом. Не просто ведь это слова какие-то, а слова, подтвержденные делом, наглядно исцелен вот этот хромой от рождения, который уже несколько десятилетий лежал при храме, просил милостыни. И вот, значит, во время этой речи прерывают их, им не дают договорить, и на что досадовали. Тут вот что интересно, да, что приступили священники, и там вот по некоторым рукописям, вообще по тексту понятно, что это те священники, которые совершали череду своего служения в этом храме, и начальники стражи, ну, понятно, те, которые несли административные обязанности из левитов, наблюдая за храмом, чтобы был порядок, и саддукеи. Так вот, что мы знаем, конечно, про саддукеев, то, что они не переносили учения о бессмертной жизни, о том, что вот после смерти с телом душа продолжает существовать, там, суд божий, да, и они не принимали учения о воскресении. Такие своего рода материалисты, хотя при этом отчасти религиозные. И вот сказанность саддукеев, досадуя на то, что они, то есть апостолы, учили народ и проповедовали в Иисусе воскресение из мертвых, вот эта проповедь воскресения из мертвых была для саддукеев особенно неприятна. И наложили на них руки, на апостолов Петра и Анны, и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Вот интересная такая деталь. Они ведь пришли в храм, когда был девятый час, да, шли они в храм в час молитвы девятый, но в переложении на наше время это третий час пополудни. И получается так, что вот пока они, значит, исцелили того человека, потом собирается народ, вот и проповедуют, уже наступил вечер. Из-за того, что был вечер, не могли судебное рассмотрение совершать сразу, их до утра заключают под стражу, что-то вроде камеры предварительного заключения. И при этом такая вот еще важная деталь, то есть, значит, что мы видим? С одной стороны, руководящие лица иудейского народа, они против, они, значит, негодуют, но при этом многие же и слушавших слова уверовали. И было число таковых людей около пяти тысяч. Вы только представьте, что когда в день Пятидесятницы Петр проповедовал, обратилось три тысячи. До этого там упоминается сто двадцати верующих, а теперь сразу пять тысяч человек. Вы представляете? Причем ведь город Иерусалим, если сейчас вот приехать тоже, это старый город, вот стены старого города, они, конечно, восстановлены были при османском вот этом властителе Сулейман Великолепных, их восстанавливали, это уже, конечно, в такой позднее средневековье, нет, даже еще позже, по-моему, век шестнадцатый примерно. Я к чему говорю? К тому, что по вот очертаниям старого города видно, что Иерусалим не такой был большой город. И сколько там было людей, то есть, ну да, там счет шел на тысячи, при этом были те, которые еще приехали, и вот они, может быть, не покинули. Был праздник Пятидесятницы, они, может быть, не покинули еще город Иерусалим, жители разных мест. И вы представляете, что такое пять тысяч человек вот для этого маленького города? То есть, получается, плюс те во три тысячи, уже восемь тысяч с лишним человек, христиан, то есть, уже какой-то вот значительный процент от живущих в Иерусалиме обращаются ко Христу. И для иудейского начальства это уже огромная проблема. Поэтому решают они как-то вот решить этот вопрос. На другой день собрались в Иерусалим начальники их, и старейшины, и книжники, то есть, своего рода собирают такой вот синедрион, высшее судебное судилище. И упоминается, и Анна, Анна, первый священник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического. Ну, лица все знакомые нам из евангельской истории. И причем, что хочу отметить, что, конечно, вначале был первосвященником Анна. Да, и он сосредоточил власть в своих руках, но потом, из-за того, что, может быть, где-то он не вписался в политическую ситуацию, его сместили, и был назначен Каиафа. Но Каиафа его зять. И Анна — это тесть Каиафы. То есть, Каиафа, он женат на дочери первосвященника Анны. Поэтому между ними была очень такая тесная близкая связь. И известно из таких вот исторических исследований, что именно Анна, первосвященник, сосредоточил власть, продолжал держать власть в своих руках при первосвященнике Каиафе. И когда был суд над Иисусом Христом, вот, в общем-то, есть такое предположение историческое, что именно Анна, первосвященник, он настаивал на непременном осуждении Иисуса Христа. Да, а Каиафа тот, как бы, ну, может быть, не настолько был идеологом вот этого решения. Да, ну и упоминаются здесь еще из рода первосвященческого Иоанн, Александр и прочие. То есть, некий такой вот клан своего рода, мафиозный такой семейный клан. И, значит, вот они производят суд, читаем мы, и, поставив их посреди, то есть апостолов, спрашивали, какую силу или каким именем вы сделали это? А почему такой вопрос? Да потому что было очевидно, что совершилось явное чудо, что вот такой-то хромой с рождения, он всем был известен, и на него особо не обращали внимания, но лицо его примелькалось, все время он просит милостыни, поэтому от него отворачивались, или там какую-то мелочь бросали ему, чтобы отстал. Но оттуда вдруг раз он это, как там сказано, что он, когда исцелился он, то он даже прыгал от радости. И, значит, вот раз чудо очевидно, то какой силой, да, может быть, вы там какие-нибудь волхвы, маги, мы знаем, что когда Моисей пришел к фараону, да, то там волхвы тоже пытались какие-то, жрецы египетские, египетские какие-то чудеса совершать, и, значит, каким именем, или какой силой, от Бога ли вы, да. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал, вот важно, что он не просто от себя говорит, а именно исполнившись Духа Святого, говорил Спаситель, я дам вам уста и премудрость, которые не смогут противиться все, кто будут вам противоречить. И вот Петр говорит, начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен Он перед вами здрав. Вот интересно, что Петр очень говорит добродушно, доброжелательно, простосердечно, ну если вы спрашиваете, вот какой силы, то вот и силы Иисуса Христа Назарея, причем наименование Назарея, оно было-то, может быть, не очень такое тоже возвышенное, да, да, и так называли жители простого города Назарета, и поэтому, ну как бы Галилея, да, она считалась не очень такой областью, привлекательной. И вот именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, а Бог-то Его воскресил из мертвых, продолжает Петр, вот им Он поставлен перед вами здрав. И Петр не обличает, не бросает какие-то обвинения, а Он просто говорит, как есть. И после этого Он также миролюбиво продолжает о Христе, говорит, «Он есть камень, пренебреженный вами, зиждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения». Фактически Петр здесь на самом деле цитирует Псалом 117, «Камень Его же не прегоши зиждущие, сесть бысть во главу угла от Господа бы сие». А, и вот есть дивин в очи всех наших. Да, то есть именно и Христос есть, вот этот камень краеугольный. Ну мы знаем, что когда в древности клали стены, то вот стык стен, вот эти углы, надо непременно было на краеугольный камень, иначе просто здание оно не сможет выстоять, если не будет поставлено на прочный камень. И что еще хочется сказать, это как бы вспоминая Рима католиков, которые именно Петра считают, я как бы даже неким таким основанием, что все-таки камнем церкви является сам Христос. И Петр, на которого ссылаются католики, он говорит, что именно Иисус Христос есть камень, который сделался главою угла. А когда Спаситель Петра назвал, «Ты камень, носим камни, создам церковь мою», то имелось в виду именно исповедание Петра. Вера, но вера в кого? Опять-таки в Иисуса Христа, который и основал свою церковь. И Петр продолжает, значит, «И нет ни в ком ином спасения, ибо нет», это очень, это ключевые слова, «Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Это имя Господа нашего Иисуса Христа. Вот тут пусть свидетели Иеговы, братья наши дорогие, они пусть примут слово Священного Писания, что мы спасаемся именно именем Иисуса Христа, мы чтим все имена Божии, которые открыты в Священном Писании. Они говорят Иеговая, но это не очень точно, там более точно Яхве, имя, которое открыто было на горе Синай пророку Моисея, но также там вот это и Элагим, Эль, Саваоф, Адонай и прочие имена. Да, много имен Божиих, но когда воплощается сам Бог и становится человеком, то вот оно, спасение людей, когда человечество воспринимается Божеством во Христе, и Господь Иисус Христос освящает человеческую природу в самом себе, и обоживает природу человеческую, поэтому имя Иисуса Христа дано нам для спасения. Вот он говорит, что именем Иисуса Христа, вот он исцелен, да, и нет другого имени под небом, то есть данного человеком, которым надвижало бы нам спастись. То есть мы, люди, спасаемся только именем Иисуса Христа, как воплотившегося Сына Божия. И вот в этих словах, в том числе, основание для молитвы Иисусовой. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Поэтому мы молимся молитвой Иисусовой, зная, что именно именем Иисуса Христа мы спасаемся, нет другого имени, которого надвижало бы нам спастись. И таким образом молитва Иисусова, она имеет прямое основание в Священном Писании, вот в данном случае в словах, которые мы читаем в книге Деяний. «Видя смелость Петра и Иоанна, и приметив, что они люди некнижные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом». Вот тут такая психологическая описывается реакция этих членов Синедриона, что Петр и Иоанн вдруг смело проповедуют, и первосвященник примечает, что они, в общем-то, люди некнижные, простые, они не приводят каких-то пространных цитат. Да, Петр там вот процитировал псалтырь, Петр прямо говорит, но, в общем-то, некнижный он человек, простые. И в то же время они, значит, да, действительно, они были вместе с Иисусом, о котором они сейчас говорят. «Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки». Ну, а что тут скажешь? Тут же все, как говорится, налицо, и вот этот самый исцеленный человек, да, и что мы тут видим? Что, оказывается, и исцеленного человека они тоже привели с собой. Вот там мы читали в предыдущей главе, что он от радости прыгал, скакал, и вот пока он скакал, его тоже схватили члены, начальники стражи храмовы, чтобы он там больше не прыгал от радости, привели его сюда тоже на суд, и как бы вот такая очная ставка, да, вот он их исцелил. А сами первосвященники и судьи, они не знают, чего и сказать, так как чудо исцеления служит главным аргументом и главным доводом. И приказав им выйти вон из Синедриона, рассуждали между собою, говоря, что нам делать с этими людьми? Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть всего. Но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозой запретимым, чтобы не говорили об имени всем никому из людей. Вот посмотрите, тут получается так, что, значит, судьи признают, что да, очевидное чудо, и что это связано с именем Иисуса Христа, но вот как бы они не стали дальше проповедовать. И мы видим такую упертость их, закрытость и противление очевидной силе божественной. И они решают, ну, просто вот пока запретить. Еще не доходят до смертных казней. Через некоторое время и до того дойдет. Но сейчас хотят им просто запретить. И призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ. Вот тут тоже видно, что действительно очень просто они говорят. А бывает так, что простой человек, который, ну, не злохитрый какой-то, не зломудрый, он может изрекать какую-то удивительную такую вот мудрость, чистую, добрую мудрость. В частности, что сейчас они говорят? Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Вот она мудрость, что как же мы можем больше слушать вас, нежели Бога? Вот если Господь являет такую силу в исцелении людей, да, сам Христос воскрес, то как же мы можем об этом молчать? И зачем нам слушаться каких-то испуганных вот этих начальников Синедриона? Тут видно, что больше в растерянности находятся начальники Синедриона, а Петр и Иоанн с ними такая вот внутренняя сила, которая еще непонятна иудеям. И какая же окончательная вот реакция на этом судебном разбирательстве, реакция со стороны судей? Они же, пригрозив, отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа. Потому что все прославляли Бога за происшедшее, ибо лет более сорока было тому человеку, над которым сделал сие чудо исцеления. Ну вот представьте, что ему больше сорока лет, и все эти сорок лет приносили его к дверям храма, собирать милостыню. Его видели, уже знали, что он как бы принадлежность вот этих ворот, рядом с которыми просит милостыню. А вдруг он раз вот исцеляется так, что совершенно этой хромоты не осталось и следа. И, конечно же, люди понимают, что тут явные Божьи силы прославляют. Это вот пять тысяч эти обратившихся, и начальники иудейские, они побаиваются. Потому что пять тысяч человек, это не пять, не пятьдесят, и даже не пятьсот. Это огромная сила. Быв отпущены, они пришли к своим, имеется в виду вот именно христианская община, и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали. И вот тут приводится такая одна из первых христианских богослужебных молитв, которая рождается из вдохновения, и которая привязана к конкретной вот этой ситуации, что была, ну не то чтобы вот скорбь, некое такое испытание, искушение. Их на суд привели, им пытались запретить исповедовать Христа. И вот они обращаются в молитве к Богу. Послушаем ее. «Владыка Божия, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них». То есть ты, Божий, владыка всего мира. «Ты устами отца нашего Давида, рабатывая его, сказал духом святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетные». Вскуя сметошься языцы, и люди, поучившись от тщетного, это вот из второго псалма. «Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его, ибо поистине собрались в городе семь на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой». Вот последние слова, наверное, не очень понятны. Получается, что Понтий Пилат, Ирод, те враги Христовы, которые замышляли свой совет, они злой совет убить Иисуса Христа замышляли. А однако вот их злое намерение Господь своим промыслом обращает во благо. И тут вот надо понять, что Господь, Он настолько премудр, и своей премудростью настолько охватывает мироздание, что даже наш какой-то вот злой выбор и наши злые дела каким-то образом оказываются включены в Божий промысл и могут кому-то послужить во благо, даже когда мы сами своими грехами и злом вредим самим себе. То есть конкретно что здесь получилось, что Понтий Пилат, ну Понтий Пилат он как бы уступил, да, Ирод, и потом вот этот Анна, Каиафа и прочее, они думали, ну сейчас мы умертвим Иисуса Христа, и дело будет окончено. То есть все с христианами, точнее с учениками Христовыми покончено, никакой христианской веры больше не будет, сейчас вот быстренько там его убьем, распнем и все. И получается так, что вот, значит, они, как и здесь сказано, что они собрались, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твоя, а Бог-то предопределил через крестную смерть искупить всех людей. Получается, те замышляли злое, а Господь своим промыслом обратил во благое, потому что Спаситель через эту самую крестную смерть, Он всех искупил, Он через крест, Он спасает людей от смерти, потому что торжествует жизнь, Он побеждает эту смерть, Он людей, души всех содержавшихся в Аде, выводит и возводит к райским обителям. То есть вот что предопределила рука Божия и совет Его. Об этом и произносится в данной молитве. «И ныне, Господи, возри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое». То есть апостолы, они о чем молятся? Они не просят, что вот ты нас там защити, спаси. То есть они не в позиции, как сказать, поражаемых, побеждаемых, что вот мы терпим ущерб, там и то, и то. И, кстати, они не просят о том, чтобы Господь наказал их, этих первосвященников, саддукеев и прочих. Кстати, здесь столкновение уже идет в основном с саддукеями, а вот фарисеи уже не так упоминаются. И как это ни странно, по некоторым текстам книги Деяний видно даже, что некоторые фарисеи, они уже обращаются ко Христу, воспринимают веру христианскую. Ну, тоже там они были такие немножко законники, привязаны еще к ветхозаветным обрядовым вот этим правилам. Но все-таки фарисеи более благосклонны были к проповеди Спасителя. Во время земной жизни Христа многие фарисеи ходили вслед за Христом, слушали его вот трактовки, как он трактовал в Священной Писании Ветхого Завета, и они располагались сердцем ко Господу. Поэтому некоторые из них вот обращаются. А тут больше столкновение с саддукеями, но апостолы не просят, чтобы Господь как будто низверг огонь с небес на них уничтожил. Нет, апостолы просят, говорят, дай рабам твоим со всею смелостью говорить Слово Твое. То есть, чтобы мы не оскудевали в нашей проповеди, и чтобы мы смело продолжали нести в мир свидетельство. И заканчивают. Тогда как ты простираешь руку твою на исцеление и насадил они знамени и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса. Вот они запечатывают, как бы запечатлевают свою молитву свидетельством конкретных чудес именем Иисуса Христа, потому что действительно сила Божия, она проявлялась наглядно. Вот если бы мы тоже имели такое же доверие Господу, как у апостолов, да, такое же открытое сердце, то ведь благодать Божия, она в церкви та же самая. Поэтому святому Иоанну Кронштадтскому те же самые чудеса давались, или преподобному Серафиму Саровскому, если бы мы вот так же очищали свое сердце, то и нами бы совершались такие же чудеса исцеления, это было бы свидетельством силы Христовой веры. А если мы все время только словами говорим, то у нас вот нет того эффекта, как вот эффект был у апостолов. Вот они исцелили человека и наглядно произнесли проповедь. И дальше мы читаем, что и по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. То есть Господь принимает их молитву и даже являет такое наглядное знамение, что поколебалось это место, как бы землетрясение совершилось. И при этом все исполнились Духа Святого, ну в каком смысле? Они ведь и так были причастны Святому Духу, когда благодать Божия в день 50 на них не зашла. Но бывает так, что, понимаете, вот благодать она пребывает, но иногда она возгорается с большей такой силой. Речь идет о особом вдохновении от Духа Святого, когда благодать особенно проявляется с ним и наполняет их сердца особой смелостью, такой благоговением, священным страхом, верой живой. Поэтому дальше они с дерзновением продолжают свою проповедь. И вот после этого мы читаем про такие вот особенности жизни первохристианской общины. Это то, что было именно в самое первое время существования Церкви Христовой, когда еще не так много было учеников. Ну, конечно, вот уже 8 тысяч, нельзя сказать, что очень мало. Но какие были особенности? У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. Вы представьте, тут говорится, что уверовавших множество, но при этом одно сердце и одна душа. И никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Это, конечно, вот что-то такое кажется потрясающее, но на самом деле я бы так вот не сказал. Вот бывает такое тоже, когда человек только-только обратится к вере Христовой, и он горит вот такой любовью к Богу и к ближнему, что он готов всем поделиться, он готов бесплатно помочь, там одному бесплатно помочь, там другому помочь. Да, и то есть у него вот и любовь ко всем хочется делать добро бескорыстно. А вот представьте, если бы все так, да, то тогда вот он, ну не то чтобы рай на земле, но тот самый коммунизм, который пытались построить коммунисты, но так и не построили, когда все вот делают для общего блага, без своей корысти. Просто коммунисты не учитывали, что души-то человеческие испорчены страстями греховными. Если ты не исцелил душу человеческую, то как он будет бескорыстно делать для других? А в Церкви Христовой люди призваны к преображению, и, конечно, когда много верующих, нам тяжело это соблюсти, но в лице многих святых, вот преподобный Нил Сорский, допустим, почитайте, вот как он жил, да, принимая там всех, и с какой любовью он делился. Преподобный Сергий Радонежский, который ничего не имел, да, по которому к нему тянулись, там и князья, да, и бояре, простые люди, а при этом в своей обители он заповедовал всем давать приют, странникам приют, всех кормить, питать, нищих миловать. И по большому счету все святые, они повторяли тот же самый образ жизни, что и в первой христианской церкви. То есть это повторяется на протяжении всей истории, но на примере вот уже святых людей. А вообще-то к святости все призваны. Так, и дальше что читаем? Апостолы же с великую силу свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. Ведь это же и есть главное, что именно воскресение Христова, суть-то нашей веры. Почему так? Потому что, конечно, бывают всякие чудеса исцеления. Вот, допустим, человека исцелили, и он, как этот хромой от рождения, он от радости аж прыгал, да. Но мы понимаем, что вот проходит какое-то время, он все равно достигает старости, оканчивает жизнь так, как оканчивает любой человек. А Иисус Христос воскрес так, что он уже не умирает, он уже не умрет. И воскресение Христово, оно дано один раз и навсегда, потому что он воскрес вот своей божественной силой и возрождает вот человека в том состоянии его естества, как он изначально призван, как призван был первый Адам быть бессмертным. И к этому призван каждый человек, поэтому мы пройдем тоже через смерть. А в будущем, когда вот исполнится промысл Божий уже о всем человечестве, все силы Христовы будут также воскрешены и уже не умрут. Поэтому воскресение Христово – это центральное такое событие всего мироздания, как бы такая центральная точка во Вселенной, как бы перекрещивание судеб всего мира. И поэтому апостолы свидетельствовали о воскресении Христа, и великая благодать была на всех их. Продолжается общение имуществ. «Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного, и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду». То есть, в каком-то смысле тоже кажется нам такая идеальная ситуация, когда они не переставали, конечно, работать, поэтому получали где-то зарплаты, но при этом понимали, что в христианской общине там было много нуждающихся. И были, допустим, лица, несощащенные социально, там вдовы, сироты, которых нужно было поддерживать. И вообще вот низшие такие, беднейшие слои. Поэтому те, кто из богатых становился христианами, а как, если ты владеешь какими-то землями, да, есть у тебя недвижимость, тем более рядом с Иерусалимом это очень дорого было. Все. И вот они продавали и составляли такое вот общее, ну как вот, владение, да, общий такой вот бюджет был, из которого уделялось по мере нужд бедных членов общины. Но я хочу сказать, что вот часто это вспоминается, как общение имуществ первой христианской церкви. На самом деле это было уже в общении самого Господа Иисуса Христа. Вот когда апостолы ходили с ним, да, ведь они же оставили все, как говорил Петр, вот мы оставили все и последовали за тобой. И Спаситель говорил им, что они еще больше получают, ну в плане вот духовного родства с другими людьми, которые тоже призваны к вере Христовой. И в общении апостолов рядом с самим Иисусом Христом там тоже было вот это общение имуществ. Никто ничего не называл своим, никто не держал отдельного, но вот только Иуда такой вот прокрался, который решил получить нечто отдельное, ну и чем кончил, вы, конечно, знаете. И поэтому первая христианская церковь – это как бы продолжение жизни и вот этих вот правил жизни, общины при самом Иисусе Христе. И вот они, значит, делились. И тут приводится конкретный пример. «А так Иосия, прозванный от апостолов Варнавы, что значит сын утешения?» Такой перевод. «Левит, родом кипрянин». Упоминается, то есть он был левит, значит, вот из рода вот этого Левия и выделенный для служения. Ну, весь род, их было много потомков, да, и они, конечно, не получалось так, что все вот могли постоянно служить при храме, но, по крайней мере, было выделено и такое колено для богослужения. «Родом кипрянин». Это значит, что, хотя он и левит, но семья его родителей среди диаспоры иудейской жили на острове Кипр, где он и родился, у которого была своя земля, сказано. А земля, видимо, участок был у него, раз он сам находится сейчас в Иерусалиме, то, видимо, там и была земля. И вот сказано, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Получается так, что, ну, как бы, эта земля для них вообще, ну, ничто. То есть, вот и недвижимость, имущество какое-то. А зачем им это, если им открывается небесное царство? Если они имеют общение с самим Господом Иисусом Христом, да, Спаситель по их молитве исцеляет больных, вот, пожалуйста, только что исцелил, будет воскрешать мертвых, эти чудеса тоже будут происходить. В ответ на молитвы даже там земля потрясается, Духом Святым все исполняются. И вот ценность Духа Святого, она намного выше, чем какие-то там деньги, недвижимость и прочие земные стяжания. Поэтому они, показывают, что это для них вторичное, это нужно, конечно, для поддержания телесных наших потребностей. И так как есть вот бедные, нищие члены христианской общины, то для их поддержки вот собирается общее такое вот материальное достояние. Очень хотелось бы, чтобы, конечно, в каком-то смысле мы были подобны апостолам, хотя бы просто вот в таком бескорыстном, искреннем служении Христу, ну и по мере сил в милосердии, которые призваны мы оказывать нашим ближним. На этом мы завершаем чтение 4 главы, братья и сестры. Да, а что будет в 5 главе, узнаем в следующий раз. Храни вас Господь. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok